Это яркие, личностные. Это как музыка. Появляются новые цены, ансамбли, группы. Если они яркие, то мы попадаем в меня. Точно так же я попадаю, естественно. Но и в то же время, если те истории, по которым мы находили, те же Александр, более ранние искусства, греческие искусства, которые, ну, по жизни, ты приходишься не разу себе открывать. Просто с той стороны этих людей. А ты делал, она была, когда ты ее учил, студент, а потом, потому что, когда, ну, более так, требует становиться, там, музыка, поощри будешь, а вот, ну, мне повезло в плане, что я музыка все быстро выведел. В общем, есть несколько художников, ну, жиля за границей, и я имел возможность двигаться и быть в любой страхе, когда эти выставки проходят. Это совершенно ты по-другому открываешь. Ну, то есть, можно того же художника, кого ты считаешь, ты его знаешь, ты можешь через некоторое время открыть себя в другом, более в ракурсе, в другом свете, в более таком объемном. Ну, вы поняли, наверное, что я хотел сказать. Да, спасибо. Еще есть? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Растих, а если бы вы не были художником, кем бы вы еще могли быть? Да, наверное, хоть кем. Когда я, ну, я родился в деревне и поступал, ну, я решил быть художником, ну, как бы хотел, потому что я любил рисовать в Олимпике, то, если я думал, что я в училище всего больше не поступлю, я поступлю в медицинском. Ну, например, потому что было мальчиков, брали более охотно там, ну, целого нет. Я предполагаю, что я мог бы показаться художником. Вот, поэтому не знаю. Ну, мне повезло, смотрите, что я художник. Да, и нам всем повезло. Спасибо. Спасибо. А вот сейчас вот такой сумбур есть в искусстве, особенно в современном, когда работы продают там какой-нибудь там, не знаю... Банан на скотч. Банан на скотч, там, да, унитазы наполнены нутеллой, какая-то полосочка на стене, потом приходит некий куратор, рассказывает, что это супергениальное произведение. Ну, та же самая трещина, как вот на стройке, только это сделал художник, там, ржавчина какая-то, потек чего-то, и продается это потом за какие-то баснословные деньги. Ваше вот мнение насчет этого? Мы, конечно, знаем, что это, скорее всего, отмыв денег, то есть какие-то люди через это пытаются отмыть. Есть такая версия. Но так как вы жили в Америке, во Франции, у вас наверняка есть действительное мнение такое настоящее, как бы, изнутри. Смотрите, вот, например, сейчас я попробую ответить. Есть такие художники, которые, в общем-то, себя считают художниками, как они уже любили и злые, ну, например, или культуру, там, графику, они не будут, как бы, кидаться на какие-то новости, вот на такое акционное художество, или на, ну, такое импотажное, скажем, есть художники, которые, ну, вот изначально они, или у них там по жизни как-то складываются, вдруг они начинают, ну, они печат, им нужна реакция, им нужна эмоция, и они начинают, допустим, вот этим заниматься. Здесь вопрос, что, опять, я юстически понял, что можно больше сниматься, и, в принципе, в такие мощные инструменты, мощные эпатажные вещи, они могут быть, что-то там зарабатывают, что-то пить эти деньги у фондов, кураторов там, это очень много, во франции это очень много, и вот эти, они, в реальном, если вот они выйдут реальный рынок, то практически они ничего не смогут, это просто за счет поддержки, они тоже, наверное, там все мыть, потому что там какие-то могут быть, мы же закончили все, возможности понимания искусства, возможности, вот, допустим, если Леонару заведите зуб сегодня, мы не знаем, он бы именно вот так было, рисопадку, а есть фото там прекрасные, видео, арты, еще что-то, и поэтому тут, наверное, вопрос, чуть-чуть в другом, вот, есть такое чувство, вот, вы знаете, американский художник, я его себе открывал, когда он был в франции, у него вещи, они наполнены с работщиками, гуманистическими, таким человеческим, ну, каким материалом, но, изначально все равно мысль, что это человек, он какое-то место занимает, и тот, что вот Браген как записал, у него есть такое выражение, или там картинка, да, как, кто мы, откуда мы, куда мы идем, эти искусства все равно, она на своем буквы, на эти вопросы отвечает, если отвечает, то и слава Богу, если эти ребята там, кто-то сегодня просто мощничает, кто-то должен, чего, все, потом время расставит на места, это раз, второе, вот это был, как Глеб Павленский, да, который, на Красной площади там, забивал, потом рот зашивал, вот, ну, например, акции, Кулик есть, вот, известный, Олег Кулок. Дело в том, что у меня, друзья, вообще очень многие, занимаются тоже, вот, перформанс, вот этими, перформансами, заниматься. Я тоже участие принимал, даже одна вещь, мы с одним другом делали, вон, музей, в Москве находится, современный, на Петровке, это, мешки там, временами, ну, обычные муторные мешки, временами они приходят, там внутренне что-то шевелится, отголоски голосов, человеческих там, музыка, ну, то есть, вот, такая вещь мы сделали, да, это был, ну, ну, 2000, ну, я там тоже попчелся, подружуся с ребятами, некоторыми, ну, мне тоже интересен план, я там, здесь, но, интересно, что это такое, ну, через себя это пропустили, я хотя знал, что я стану заводиться, но, много себе интересных людей, которые, и я вот, например, считаю, что, какие-то вещи того-то Павленского, у него, в контексте, вот, именно, сегодняшнего дня, России, и, каких-то моментов, ну, эти образы, они очень сильные, я не беру то, что он во Франции сделал, там, что-то поджигал планы, там, это совершенно-то, люди ему какие-то кураторы посоветовали, чтобы, там тоже, ну, за имя, но она не срабатывает, здесь она, что на другом контексте, в России, ну, про него можно что угодно говорить, но, там факт, как-то эти образы, они очень сильные. Прокурска, ну, так вот, я, то есть, там, был куратор, когда мы, московским, вильняли, участвовали, по сторонам, и я, собственно, с ним работали, по знакомственности, как раз, нашу дочь, там, и выставляли, у него тоже есть ряд вещей, которые, он, не выставлял, обнаженную, полностью, у него, приклеил на себя, маленькие осколки, зеркал, его подняли, с высотой, ну, это было, как бы, да, с высотой подняли, там, я не знаю, каким-то образом, видимо, какие-то там, и, и, вот эти все осколки, там, освещали людей, там, то есть, нет такой, и, может, оттуда конца, он, что, у него так, нету лишних элементов, он очень, такой, очень, точный, очень, очень, такой, есть идея, есть выражение, все срабатывает, вот, то есть, потом, если, вот эта, человеческая психологика, он ему только показывает, все в меру, да, в этой собаке, он, как бы, непоказанная вещь была, в принципе, это сделано тоже нормально, он вошел в кровь собаки, там, безуслов, людей, в принципе, он это, естественно, то есть, здесь элемент, здесь элемент легковесности, Марина Абрамович, вы знаете, да, тоже интересная женщина, многие вещи, я видел в видео-арт, жох-конфердум, музее, и так идет, ну, ну, я считаю, что, очень, многие, как бы, струны, струны наших, каких-то, душевные струны, что ли, все это, она трогана, а это, как это, современный искусство, совершенно вроде, казалось, сидеть, жизнь, тоже вот она, как бы, нашла образ такой, ну, я считаю, прожить в этой жизни, ну, вообще, свою жизнь, которая, это тоже, в принципе, некий такой, не так все просто, не все сладкое, все это горечь, ну, например, я не знаю, как я, смотри, может, говорить о чем это, ну, в общем, понятно, но, я попробовал объяснить. Еще есть или нет? Нет? А у вас были кто-то в роду художники, или музыканты, или вы петь? у меня, вот брат художник, он больше в Питере, и в Стамбуле живет, ну, хирургистов, он ученек мыльников, ну, академист, он, в той же манере работает, а так нет, нет, так нет. А друзей много, музыкантов, художественных, мы учились в одной группе, Юрий Шукчук, вот если вы знаете, такой, слушали, наверное, да? Конечно. Сейчас только что в Переходе пили. А, вот мы, мы, мы это, как раз в одной группе учились, в одной группе, в одной группе, танцевали в художник, и, вот, вот. Я думаю, что он будет художником, либо все были такие, отличные создатели, ну, ну, тоже неплохо. Проявил он себя так, да, выразился. Выразился он себя в музыке. Да, да, да. Вот. Так что все нормально. Скажите, пожалуйста, а как вы сами характеризуете, вот, свою технику написания картин? То есть, как вот, для себя вы это решили? Ну, вот, смотри, ну, я, в принципе, работаю в холст и масляной краске. Всегда. А рисунком там, другими делами я не занимаюсь. вот, 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 мне тоже пишут, я даже, все работаю, я пила, пост, да, для ваших? Да. А как, как вы этот пост увидели? В инстаграме. А, она у меня просто, как бы, засветилась в инстаграме. А, инстаграме. они, они, ну, я, мне, один из интересных моментов, как они мне, постараются это, они долго думали, думали, герористы там все, работники, они, думали, думали, и в конце концов, они ничего не придумали, и сказали они, триокурсионалите, это, очень личностные искусства, сказали, ну, я думаю, ну, и прошло вас. Ну, у вас ведь смешанная техника, там есть и какая-то потечная живопись, и немножко сюрреализма, да, экспрессионизма много. То есть, если называть в каком жанре ваше искусство, то там будет через запятую, наверное, терминов семь, точно, да? Правильно, абсолютно согласен. Вот, я один раз, ну, в Неаполе, мы никуда, ну, там, меня друзья пригласили, и там, как раз, они там, они хотели организовать выставку, там не получилось просто, ну, по другим причинам. И один, да, был, он, вот это, где Неапол, человек, который, постановок ко мне, он был в торговой промышленной палате и типа, говорил, что у меня там, не знаю, две тысячи картины, и Леонар Довичи, как у меня есть. ну, ну, вот он мне, ну, как бы, комплимент, что и там, там, каталоги видел, и говорил, что, я говорю, такой, не могу говорить, вот это, вот это, я почему сейчас говорю, выговорит, у всех, все взяли, все михагонки, все дети, премии, разные, куры, икорный слоевом, разных, шарианцы, там есть, все, все, и в то же время, вот, какой-то такой стиль, такой, вообще, ну, наверное, потому, что, когда, долго сидел, и все, через себя пропустает, все, в какой-то, в какой-то степени, все остается, и, ну, вот она, видимо, так и выражается. А как вы, вот, определились, вот уже со своим стилем, то есть, ну, вот я, например, там, как фотограф, да, ну, долго еще, долго-долго, шла, вот, именно, к тому, чтобы там определиться, в каком стиле мне хочется работать, там, а у вас, как вы, как вы, в этом определились, и точно поняли, что вот так вы будете работать? Времени было много, как-то, никому не нужны были, когда я начинал, то есть, я преподавал, там, мы называли, там, ну, подзарабатывали, где могли, вот, и, я не стремился, так, продавать, просто мне надо, мне интересно было, сидеть, рисовать, там, и, ну, выражать, ну, себя выражать, что ли. я читал, там, других, и я читал, ну, и, витературу очень любил, и, вот это само выражение, ну, то есть, ну, своего внутреннего мира, ну, я вот с этого начинал, ну, как бы, именно творческое начало, это, как дискрессионизм такой, особенно, немцы нравились, вот это, там, ну, это, то, военные ребята, вот эти, второй мировой, и, естественно, наверное, а там уже, неважно было, как ты рисуешь, свобода в чем была, не, вот, не академисты, такое рисование, вот, человек нарисовал, это фигура, вот это выражает, вот это, я не так, то есть, я вообще не знал, что делать, но, есть определенные, вот, эмоции внутри, их надо выражать, и не знаешь как, и вот, и каждый раз, тупо, тупо, я подходил к толсту, там рисуешь, работаешь, потом, что-то нравится, потом, когда уже второй раз, ну, вот эти, то, о чем ты думал, она как бы, ну, не, не работать, не все это, и постепенно, постепенно, я какие-то вещи, себя открыла, которые нас не учили, которые нам, нам не говорили об этом, это, вот, есть, мысль, там, или чувство, и, способы выражения, и, там, минимализировать надо, вот эти все, лишние вещи, то есть, она должна, как математистику формулу, формулы, ну, физисты, есть, вот эти знаки, и, любой человек, ну, смотрящий, то есть, я, как никогда не нарисовал, дальше, ты принцип ним отношения не имеешь, а любой человек, он с твоей значением мог оставить, то есть, я потом понял, пока, они только там, все это нарисовали, правильно там, фоновали, красиво, те, душа начали, и вот это, как бы, я постепенно, постепенно сам, учиться у других художников, сам заходил за каких-то вещей, то есть, можно быть абстрактным художником, можно быть, если тебе удобно, именно вот, допустим, в данной ситуации выражать, ну, таким, какими-то там, ну, это вот элементы там, допустим, элементы выражения, тяга, линии там, ну, еще, что еще, что там, и с кожей, мастикин, кисточка, там, рука, хоть что, тряпки там, может быть, и, это тоже помогут, и потом ты понимаешь, что, постепенно так начинаешь понимать, что ты есть, ты складываешься как кукушник, вот, вот этот тюрьм, это я называю, инструкционный тюрьм, все постепенно, постепенно складываются, и сегодня это тоже присутствует, сейчас это или то, что вот, ну, например, некоторые, что она делает, потом раскрашивает, ну, хорошо, правильно, отлично, я так не работаю, я, допустим, сделал, там, какая-то идея, я думаю, о, отлично, все получилось, потом смотришь, ну, думаешь, как-то не это, не того, и вот начинаешь, параллельно, после, и техника, она, сама по себе, техники, я, использую, как технику, взял там, картину сочинил, и правильно закрасил, я, просто, технику, в такой степени, получается, могу в процессе менять, соскабливать, так же, ну, стирать, смыть, сейчас, видите, материал, просто, вот, делаешь, делаешь, так и все сбываешь, полгода можете работать, но ради того, чтобы достичь такого такого качества, которое ты никогда не делал, а это очень важно, если это для художников, чтобы не это, не останавливаться, и останавливаться, и не думать, что, вот ты, ну, теперь, вот так рисовать. Надо оставаться всегда художником, художник, это тот, который еще не знает, в общем-то, он все равно должен и себя открывать, и, тактины открывать, а не превращаться в производство тактины. То есть, Энди, Энди Ворхолом вы не хотели стать, да? Энди Ворхолом был очень умным человеком, и он, это, он сам себя открывал, без карта. Просто, это он вообще удачно сделал. Ну, очень же сильно зависит от того, сколько есть средств в стране, да? Вот тот же самый Сальвадор Дали во Франции, он был достаточно беден, а в Америке стал миллионером. Ну, конечно, это, я даже вот знаю, сегодняшние наши, многие русские художники, российские, они работают в Китае, особенно вот те, ну, у меня много знакомых, я слышал разговоры, те же годы, вот, первые годы еще китайцы к ним относились так, ну, хорошо, вот там, хватит хороших, семьдесят, путем у них, свои художники возникли, которые, дорогие и, кажется, уровень уронили, китайцы. Естественно, вот, чего это я говорю? Я говорю тому, что, время, от времени появляются новые, новые ощущения, ну, культуры, выписи. Тоже, фильм «Мандерлисты» вы наверняка видели, да? Там, как раз, ну, все эти коксов, модельяне, как раз они соревнуются, вот об этом показывают. Можете просто посмотреть по Ютубу, я думаю, что есть, «Мандерлисты» называется. И, тот период, вот, когда она была во Франции, как раз, искусство, ну, до 20-х годов, акцентом, вот эта женщина, которая, знаете ли, по-моему, она приезжала в Париж, японцы приезжали, покупали художников, потому что во Франции, все это было, как бы, модно, круто. Но потом Америка становится перед второй мировой войной, после кризиса, и после второй мировой войны все переносится сюда. вообще, большие художники, большие деньги, большие птицы. Ну, в мире это всегда так. как бы, после революции же думали, что многие, как мы, свободная страна была, и жить хотели в России, потому что думали, что, она была очень, как бы, модно, популярная, заборы про Россию. Действительно, оказывается, многие французские хотели переносить. То, что здесь будет, по-моему, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, получилось, и вот, там все, и герои, и все. по-моему, как бы. Россия, скажите, пожалуйста, вот у вас много работ, а вы можете сами выделить какие-то определенные, то есть, может быть, две-три, или там какой-то цикл, и почему именно вот эти работы, может быть, они что-то значит, связаны с какими-то событиями? И еще второй вопрос. Вот говорят, что люди творческих профессий, да, они часто творят, ну, в состоянии не очень хорошем, там, страдают, грустят, печалятся. Вот как вы считаете, это действительно так? И в каком состоянии вот вы творите? Это радость, или это печаль, грусть, депрессия? Я думаю так. В любом случае, в этом плане, мне нравится русская, русская школа икон. Художники, прежде чем иконы писать, они, ну там, как бы, как это правильно там, они постели, да, они свои духовные счастья, свои мысли приводили в порядок, и так далее, и так далее. Сегодня, конечно, все это не так происходит, но я все-таки думаю, что искусство должно людей приподнимать. И вот это само изображение печали, тоски, травмы, трагедии, для... Я не очень это дело люблю, для меня это не очень приемлемо. Искусство должно, в общем-то, жить не так тяжело, жить и так и сладкое. Когда видят люди картины, они должны... Это с другой коскости, как бы, людей приподнимать. Вот под иконой, икон-то, это все равно окно, другой мир, да, смыть мир скупа. Вот. И точно так же, я думаю, что журпица, вот хорошая журпица, которая у людей, она в какой-то степени вот эту функцию выполняет. Ну, конечно, работа, в принципе, все декона, они, конечно, семинары не по тему, но все равно они выведут, где вот эта уша страдает, уша ломается душа, ну, дискомфорт вот это. Ну, значит, почему ты еще не пришел. Ну, например, я не призываю религиозным или этим, таким местом. Но, у гомосащий, человеку приходится и об этом сумме. Вот. я, вот, вот, если даже обещают, там, если даже, видите, в картинах, картина, она, собственно, жизнью живет. Вот, ну, опять, повторяю, математическая формула. Если я был бы математиком, да, я, ну, мне надо, допустим, какую-то формулу сочинить, да, моя, моя печаль, моя это, она не должна влиять на это, потому что математическая формула, она, вообще, она для всех, как она работает. И точно так же картина должна работать для всех. Если у нее узкие, там, печаль показывать, или, там, раз такое, ну, может, такая картина быть, наверное, но, я чуть-чуть под другом. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет спросить? Плать. Вы, видите, он Каравельский район рисует? Кого? Что? Каравельский район, Башкирия. Вы рисуете? Каравельский район, Башкирия. Садитесь, пожалуйста, про Башкирия. Я буду без Башкирии, мне поэтому интересно. А, из Башкирии? Здравствуйте. Здравствуйте. Каравельский район, у меня есть друзья, из Каравельского района, Каравельского района, Каравельского района, Каравельского района, с Культом. А, я сам по себе, Каравельский, не рисую. О, ну, Башкирия, она все равно, и есть пейзажи, элементы нашей Башкирии, ну, как сказать. Хорошо, спасибо. А вы, там, я не знаю, там то, что я видел, я сам чипный про это родился. Понятно. Если для вас это что-то говорит, это буквально рядом с Культомом. А вы по-башкирски сможете что-нибудь сказать? Я знаю. Давайте. Не-не-не. С Новым годом. Поздравляем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. На душу легче. А в какой стране бы вы хотели жить? Вот, вы были везде, ну, во многих странах, где бы вы хотели жить, и где бы для вас было, ну, просто интересно даже, вот, для вашего творчества? Ну, наверное, я все-таки, ну, очень комфортно жить в Париже, в принципе. Комфортно жить, потому что там постоянно, ты можешь, ну, поработать, и потом два-три дня походить, походить, каждый, там, месяц, у, ну, часто, меняется, все дети, вообще, все время можешь ходить по галереям, по музеям, и по выпускам. То есть, настолько их много, и настолько привозят разные, это классно, это просто удивительно. ну, в этом плане, вот, ты можешь просто там, то есть, тот же, он может быть, жёсткой педыли, и рассказать ухода, а есть экспозицию там, внутри, переделывать, и, вроде, в итоге, я вот, например, поэта, витягская школа, как эту, новость, выставка, там, наши, ну, молились там, вот, Эль, Висицкий, вот, про эту историю, и, школа, она существовала, ну, я всё знаю. В прошлом году я, когда был в Париже, ну, в Париже написано, какие там, я американцев посмотрел, а потом всё-таки, ну, устаёшь, ну, а потом я там, они именно такую, сделают, так всё там, и просто, не цепляешься, как это, как можно. То есть, те же вещи, которые ты думал, всё это знаешь, она, сочетание, там ещё, если там, видео, материалы, это, а там, потом, ещё раз, когда происходит. Какие-то вещи, ну, даже литература, она, она всё равно подаёт, в определённом дыше, да, то есть, она привыкает вот так, тут уже общество, и, такие, а то, там, совершенно по-другому сделали, но я тоже поразился, я там, вот это, как-то, вот это, внутреннее такое, противостояние там, ну, оно не противостояние того, как Шагала Малевича, там, Лисицкого, то есть, то, как Фотфу играл, таково, как влиял, это было удивительно интересно, и, я вот, и почему-то, ну, это уже, шикарно, это, вот, а так, я, конечно, доктор Россию, то есть, я люблю Россию, я, конечно, я всегда, когда уезжал, я думал, что, максимум, полгода, но, Франция именно та страна, которая, она там, удобно, в складе, она выпускает тебя, и ты можешь там находиться, в полгода, может, просто там остаться и теряется, ну, я тоже думал, там будут полгода, но я там, через лет, ну, приезжал в Россию, а как тут жил? А считывал полгода, вот, максимум. Спасибо. Ну, во Франции один недостаток, на мой взгляд, это надо знать французский, они очень не любят другие языки, и вот спросят что-нибудь по-английски, не знаю, и так далее, хотя они прекрасно знают английский. А вот, насчет нашей галереи, я вам сейчас хочу, вот раз про Париж заговорили, я когда был в Париже, то помните, в метро, как там оформлена реклама, Лувра и остальных вещей, на таких золотых рамках, и потом я прочитал статью, что, оказывается, они там хотели выставлять работы, но из-за того, что поняли, что будет все-таки вандализм, ну, он везде есть, отбросили эту тему, но для рекламы они задают такой тон, чтобы это было высокохудожественно, там действительно реклама, она сделана, ну, прям можно любоваться этой рекламой, да, не говоря про то, что, когда подъезжаешь к Лувру, вот там уже начинаются инсталляции в самом музее, непосредственно перед выходом на улицу, да, около эскалатора, вот, и поэтому вот такая вот информация, как бы засела в голове, а потом хотелось вот наш переход, где очень много людей проходит в городе, преобразить в таком плане, и главное, чтобы это было антивандально, то есть вот, чтобы не было вот этого там, как там кто-то пойдет нарисует или сорвет, и поэтому вот немножко у нас там за стеклом все, и вот такое, и такой вот вопрос, вы вот по миру путешествовали, где-нибудь видели подобное, чтобы со сменной экспозиции было где-то вот в таком пространстве, где просто пешеходы ходят, обычные люди, не в галерее где-то за дверью, а вот именно вот где-нибудь, не знаю, там, блин, на площади, где ратуша какая-нибудь стена, или там тот же переход, мост какой-нибудь, и вот большой трафик людей. Ну вот именно, не видел какого-то подземного перехода, а так, конечно, мосты там используют, это я видел, в том же Париже много такого, то есть они, французы же вообще такие люди, такие как бы креативные ребята, но, есть мысль, они сразу делают, ну там, там, и у них это как-то, они к этому легко относятся, они расписывают там, киены, много такого, очень много, а вот, по поводу того, что вы сделаны, я почему согласился, я там, в этом плане, что, я как-то, у нас в Буфе разговоры бывают, там, типа, нари там поддерживать, ну там, какие-то, общественные там, ну, я в каких-то вещах участвую, здесь, я всегда тоже выдумал, что, надо, смотрите, я еще сейчас, с другой стороны подойду, вот, когда первая галерея открытие, вот я, первая галерея там, там, ребята, какие-то картины нарисовали, вот, берез, там, нарисуют, телеграмм стоят, и вот эти картины все покупали, и покупали, а потом, через некоторое время, то есть, там, работники банков приходили, очередь записывались, это было очень смешно, но, как-то, реально, нас же как-то, никто не покупал, будет смешно, и смешно было, но, в конце концов, эти люди, через несколько года, смотри, начали эти картины обратно приносить, типа, а можно там, другое, то есть, это вот тоже, ну, форма, ну, это воспитание, форма, воздействия на этой, эстетическую сторону человека, опять, мы же все равно, возвращаемся человеку, его этому, она, безгранична, то есть, если можно, в подземном переходе, если его хорошо оборудовать, его выставить, человек может проходить, то есть, когда он пойдет, в музей, чему некуда, у него нету этой скульптуры, а что, он будет случайно, он ведет, у меня была идея, так же, в королевах, сделать такие, просто, сети из кореев прайс, то есть, уручники, чтобы держаться, и развесить картинами, и, и склад войти, куда все ломили, потому что, бесплатно, допустим, это два-три маршрута сделки, и, картины меняются, и, вот такие вот эти, автобусы маршрутные, вот, в городе, ну, это тоже, вы сделали балансы, я считаю, потому что, в любом случае, кто-то ослабнет, это воспитывает людей, это делает, да, значит, вандализм это всегда, это будет, и ничего страшного тоже, поэтому здесь надо минимализировать эти, ну, как потери, ну, а потом постепенно, как люди привыкают, практически, не фантатизм это тебе, мы сейчас, раз у нас все было, в анголизмского много, а сейчас, это редко, детки, явление, ну, что-то, что-то, вот, остановки, иди, все хорошее, они просто, и никто не ломает, в принципе, скамейки, там, где пашечки, там, пишут, там, 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 иди, так, что, я, я, это, я, молодцы, то, именно, совершенно, какие-то новые формы, придумываете, правильно, на западе, есть универмарк, выставляет сейчас, у них сразу какие-то зоны, и, ну, у Лондона, в городе есть трамвай-музей, фотографии такие, как у МК строилась, вот у нас металлургический комбинат, 20 километров, он едет, этот трамвай через деревни, поля, и так далее, приезжают на этот комбинат, от города, и вот, пока видишь, можно почитать, как там строилась, и так далее, вот, насчет вашей, тоже мы с вами, вот, да, ну, может, как же делать, видишь, здесь, какой момент, вот, люди один раз увидели, ну, там, допустим, эти два поездка, надо их поездку тенять, чтобы там, что там, стресса, да, 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 я вообще думаю, надо не пленку использовать, как трамвай, а какие-то табло, типа мониторы, чтобы там, обновлять очень быстро, в тот файл, так же и у нас, вот, в этом, в этом переходе, все-таки, хочется сделать, какие-то, телевизоры, может быть, мониторы, чтобы флажки запускать, вот это все. Все может быть, но смотрите, только имейте ввиду, что, вот, допустим, когда, вроде как, пол смеси, как картина, да, а люди думают, это почти как картина, реакция другая, а вот эти экраны, которые, они везде сейчас сверкают, и у них, вот, даже, это уже все, может воспринимать их это. Нет, там не картины будут показаны, а какие-то, может быть, 3D графика, какие-то, анимации какие-то, такие высокохудожественные, закатчешь, чтобы люди имели представление о том, что происходит, какие-то, может быть, с галереей записи, с художественными, то есть, чтобы представление расширялось, то есть, ты зашел, на пять минут остановился, увидел там, Сохо, да, или еще что-нибудь там. Да, нет, я согласен, да, и даже вот, смотрите, если вы даже, вот, своей художнику, вашего региона, Белгородского, там, какой-то будет, это, все время крутится информация, про то, какие выставки сейчас где-то происходит. такое, да, вот, 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 вот и потом, здесь весь вопрос, это, вы еще будете его наполнять, если такое живое, правильное будет, это вы даже у вас художество вы их показываете вас есть там что-то другое мы берем удобно это они это музыкальный спортивный не трогаем показывать это же интересно детская работа показали на 8 марта потом они могут когда реклама можно там где-то что-то могут приобрести именно именно пропагандировать искусство наверно будем стараться выделите какой-то вопрос один у нас приступ есть для человека никто не спрашивал давайте я тогда сам выберу мы вас поздравляем с новым годом желаем вам ну конечно здоровье это самое главное для человека хотелось бы чтобы вы приехали в старый оскол приезжайте старый оскол с мастер-классом ждем можно можно договориться с музеями и действительно выставить ваши работы вот такие правильные так скажем не просто есть музеи художественные есть и кривейческий музей поэтому с ними мы передадим информацию если они захотят поддержат инициативу можно будет вас пригласить здорово мы можем сделать мастер-класс оформить какой-то щит и закрепить его в переходе потом и все снять на видео и вы в выложите расскажите друзьям что у нас есть такая галерея еще не все знают стране пусть и в париже узнают и в америке спасибо вам большое еще успехов до свидания спасибо счастливого до свидания 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 до свид